Сергей Вячеславович, добрый день и очень рад нашей встрече. Здравствуйте. Мне хотелось бы начать нашу беседу с цитаты о таком явлении, как мачи эмбра. В деревне Ла-Саллина с Доминиканской республики некоторые девочки в подростковом возрасте превращаются в мальчиков. При рождении они выглядят как вполне обычные девочки с соответствующими половыми признаками, и их воспитывают как девочек. Однако после начала полового созревания у этих девочек неожиданно вырастает пенис. Такое явление встречалось во многих поколениях, и местные жители даже придумали ему название «гивидоча» или «пенис в 12 лет». А таких детей называют мачи эмбра, что в переводе сперва женщина, потом мальчик. А девочки действительно становятся мальчиками. У них формируются гениталии, снижается тембр голоса, увеличивается мышечная масса. Я думаю, что все не совсем так. Да, конечно, такие анатомические изменения бывают. Дело в том, что у мальчика с зародыша половые органы формируются позднее, чем у девочек. Еще во время внутриутробного развития яички должны постепенно опускаться вниз из полости живота, чтобы к моменту рождения оказаться в мошонке новорожденного. И вот этот процесс опускания не всегда проходит удачно. Иногда возникают разные анатомические проблемы. Например, когда яичко застревает на каком-либо этапе. Известно о многочисленных случаях таких отклонений. Скорее всего, случай, о котором вы читали, надо изучать с помощью серьезных исследований. Вполне возможно, что эта особенность связана с очень поздним процессом формирования мужских половых органов. Тем более, если вырастая, такие дети могли потом размножаться. Значит, все приходило в норму. А вот до 12 лет возникала иллюзия, что это девочки. На самом деле, скорее всего, было так. У них была псевдовагина, которая являлась признаком отсрочного опускания мужских половых органов. Могло быть такое? Да. Поэтому такие статьи можно назвать спекуляцией. Подобные случаи надо специально исследовать. Еще раз повторю, у мальчиков процесс опускания яичек происходит во внутриутробном периоде. Но известные примеры патологии процесса. В этом ничего удивительного нет. Но будущим исследователям, конечно, будет интересно узнать, как это может происходить в столь позднем возрасте. Серьезной научной литературы по этому вопросу я не знаю, хотя история мне известна. То есть, скорее всего, это отсроченный физиологический процесс. Но как и почему это происходит, очень интересно. Давайте рассмотрим с точки зрения науки следующий вопрос. Я зачитаю отрывок из книги и попрошу вас прокомментировать, с чем вы согласны, а с чем не согласны. Гомосексуалов от натуралов отличает строение мозга. В частности, развитие ядер гипоталамуса. Одно из промежуточных ядер гипоталамуса, INAH3, у мужчин больше, чем у женщин. Однако у гомосексуальных мужчин это ядро меньше, чем у гетеросексуальных. Кроме того, среди гомосексуалов и лесбиянок больше лепшие, чем среди гетеросексуалов. Это тоже связано с асимметрией полушарий мозга. Формирование гомосексуальности важную роль играет генетика. В определенных семьях гомосексуалы встречаются чаще, чем в других, особенно по женской линии. Что и сказанного может подтвердить нейробиология. Я не думаю, что хоть что-нибудь. Что означает выражение «гипоталамическое ядро больше или меньше», относительно чего это измерено? Ядро гипоталамуса достаточно изменчиво, его размеры варьируются сильно. Разница может быть трехкратной. И в том гипоталамусе тоже? Да, да, я про это ядро как раз и говорю. У гомосексуалов оно меньше, чем у гетеросексуальных мужчин. Относительно чего? Относительно размеров мозга. Это очень важный параметр. В большом мозге и ядро гипоталамуса большое. А в маленьком мозге ядро маленькое. То есть наоборот. Но это как-то взаимосвязано с гомосексуальностью? Достоверно неизвестно. Неизвестно. Смотрите, я еще раз повторюсь. Есть более полутора десятков ядер и центров головного мозга, которые характерны для женщин и имеют характерную внутреннюю структуру. Но такие же ядра и центры у гомосексуальных мужчин не обнаруживаются. Но есть, например, люди, которых называют трансгендерами. У них внешние половые признаки одни, а внутри они ощущают себя совершенно по-другому. Как написано во многих статьях, которые я прочитал, главное определение того, кем является человек, это то, что подсказывает ему его мозг. То есть если мозг как бы говорит человеку, что он женщина, то человек и будет ощущать себя женщиной, несмотря на внешние половые признаки мужчины. Последнее уже будет совершенно неважно. Важно, что он ощущает себя как женщина. Скажите, а можно ли, например, провести какие-то энцефалографические исследования, которые бы выявили, как выглядит мозг у таких людей? По энцефалограмме отличить мужской мозг от женского, боюсь, невозможно. А после вскрытия это можно выяснить? Их легко спутать. Как вообще проводили исследования по определению разницы между мужским и женским мозгом? Это делали на примитивнейшем томографе с низким разрешением. В том числе измеряли размер базальных ядер мозга. Но ведь не в размерах ядер дело. Дело в том, что все различия надо изучать в комплексе структур головного мозга. При этом, повторюсь, в большом мозге могут быть большие размеры у этих структур, а в маленьком мозге маленькие. Вот почему меня возмущает, когда говорят о размерах, но не говорят в сравнении, с чем эти размеры вычислялись. Для сравнения надо брать некие абсолютные размеры, которые уже известны, но при этом надо учитывать, что даже параметры нормы могут варьироваться. Поэтому в исследовании причин несоответствия внутренних ощущений человека и его внешних половых признаков, мне кажется, лучше обратиться к психиатрии. Я имею в виду ваш пример, когда мальчик ощущает себя девочкой и наоборот. Это скорее задача для психиатров. А вот найти причины проявления гомосексуализма в строении мозга, к сожалению, не получится. Все-таки в 99 случаях из 100 это признаки психиатрической патологии, которой нужно заниматься и исследовать психиатром, а не морфологом. Морфологических различий мы пока не знаем. Вы пишете в своей книге. Совершенно ясно, что вылечить или изменить сексуальные предпочтения некоторых особей невозможно, поскольку они структурно закреплены в конструкции лимбической системы. Эти выводы подтверждаются во всех странах, где статистические данные свидетельствуют о 98 рецидивах, осужденных за педофилию граждан. Да, но здесь речь идет о педофилах. Да, причем вы пишете, что такая патология может сформироваться внутриутробно. Да, может. Один из главных выводов, который я сделал из вашей книги, это то, что вся мировая судебная система лишена индивидуального подхода, что приводит к судебным ошибкам. Кроме того, в процессе расследования преступлений педофилов мало кто опирается на достижения науки. То есть с научной точки зрения педофил этот человек, патологические наклонности которого зародились, когда он находился в утробе матери. А значит, и методы наказания для него надо выбирать соответствующие. Педофилов сажают в тюрьму, но не на большие сроки. Они выходят из тюрьмы и вновь совершают преступления, и так до бесконечности. Иногда вообще непонятно, что с этими людьми делать, как лечить или как изолировать. У меня следующий вопрос. Есть ли какие-то научные перспективы, которые помогут решить эти проблемы? Можно ли будет диагностировать подобные патологии еще на стадии эмбрионального и внутриутровного развития? Или, может быть, с этим надо будет бороться с помощью каких-либо хирургических вмешательств? Понятно, что кастрировать — это не самый гуманный подход к лечению. Но самый простой. И в тюрьму сажать пожизненно, чтобы никого не трогал, тоже не выход. Он и в тюрьме найдет развлечения. Так что же с этим делать? Вы, как ученый, что бы предложили? Конечно, я, как всякий ученый, хотел бы, чтобы можно было выявлять это на ранних сроках внутриутробного развития. Есть страны, где педофилов закидывают камнями и просто отрубают головы. Но это хороший подход. Рецидивов-то не бывает, как я понимаю, после этого? Не бывает, да. Да, это радикальный подход, но беспроигрышный. Смотрите, дело в том, что мозг — это очень сложная структура, и патологий, связанных с ним, очень много. И эти патологии очень разные. Среди них есть и те, которые точно проверены, в том числе с той же педофилией. На основании этих знаний могу сказать, что для лечения есть два варианта. Или действительно кастрация, или приемы психохирургии. Я сторонник психохирургических операций, но для этого их надо разработать. Но это более дорогостоящий способ. Да, но знаете, когда дело налажено очень хорошо, это не очень дорого. Сейчас я вам приведу пару примеров. После Второй мировой войны в США появилось много людей с серьезными поведенческими отклонениями. И в это же время широкое распространение получила операция, благодаря которой Америка потом стала процветать в 50-60-х годах прошлого века. Называлась эта операция «Лоботомия». Почему она стала популярна? После войны в частных руках американцев оказалось много оружия. А если оружием владел неконтролируемый пьющий человек, то для страны это становилось катастрофой. С этим надо было что-то делать. Американскому правительству нужны были тихие, хорошие американские рабочие, которые бы без лишних вопросов занимались только трудом и развивали экономику США. Было решено лечить неуравновешенных американцев хирургическими методами. В мозг человека вводили острый ножичек и подрезали лобные доли. Официально до 1950 года зарегистрировано более 50 тысяч операций по лоботомии. Вы пишете в книге об ответственности врачей, назначающих подобные операции. Ведь необходимо точно знать, сознает ли человек ответственность за свои поступки или нет. Вы связываете это с периодом полового созревания и пишете, что одновременно с половым созреванием человека можно считать ответственным за свои действия. Я специально изучил в интернете цифры, когда в разных странах мира наступает возраст совершеннолетия или полной гражданской дееспособности. В соответственность с этого возраста и наступает ответственность. И я поразился. Я думал, что примерно во всем мире такой возраст наступает в 18 лет. Но оказалось, что в некоторых странах официальное совершеннолетие наступает в 14, а в некоторых в 21 год. При этом никаких индивидуальных особенностей развития не учитывается. Вам не кажется, что это неправильно, не учитывать при определении возраста ответственности этнические и нейробиологические особенности полового созревания? Может быть, все-таки стоит индивидуально подходить к этому вопросу? И может быть, надо разработать для этого новые технологии? Например, чтобы у каждого была своя карта развития, где можно будет фиксировать этапы формирования и созревания разных областей мозга. И уже на основе этого можно будет индивидуально определять наступление возраста ответственности. Сейчас по всему миру этот возраст усредненный и соответствует примерно 18 годам. Да, я понимаю, вопрос прекрасно. Действительно, в некоторых странах возраст гражданской ответственности наступает рано, с 12-14 лет. С чем это связано? Это связано с двумя очень простыми вещами. В этом возрасте мозг начинает завершать свое конструкционное построение перед началом полового созревания. В тот момент, когда у человека начинают вырабатываться половые гормоны, мозг уже окончательно сформировался. Да, в мозге еще до 27 лет продолжается синаптогенез, то есть образование связей между нейронами. Поэтому мы до 30 лет вообще не чувствуем никаких особых изменений. Нам все кажется почти таким же, как в детстве. Это связано именно с продолжением образования связей между нейронами. Но основная конструкция мозга завершает формирование к половому созреванию. Половое созревание — это сигнал о том, что мозг почти созрел. Как только у женщины начинаются регулярные, стабильные менструальные циклы, а у мужчин устанавливается цикл сперматогенеза, длящийся около двух недель, это означает, что животное под названием Homo sapiens готово к размножению. Все, это уже точка отсчета. Раз человек может воспроизводить себе подобных, значит, он может ответить за все, что происходит вокруг него. Именно поэтому в недавнем прошлом, при продолжительности жизни в среднем до 36 лет, человек только успевал увидеть родившихся детей и в крайнем случае подержать на руках внука. Все. Вспомните, как в русской литературе описывали героев. Сорокалетние, чуть больше за 40 лет люди считались уже стариками. Сейчас это звучит смешно, но совсем недавно это было так. Я хочу сказать телезрителям, что это примерно мой нынешний возраст. Конечно, сейчас оценки возраста изменились, но биологические процессы, как я считаю, происходят примерно одинаково. Но есть еще один важный момент. Дело в том, что половое созревание в разных странах происходит по-разному. И не всегда это зависит от того, тепло в этих странах или холодно, северные это народы или южные. Перейдем к другой теме. Развитие детей вне человеческого общества не позволяет им адаптироваться в социальную человеческую среду даже с помощью психологов и врачей. Это доказывает случаи наблюдения за детьми, которые несколько лет прожили в джунглях среди диких животных. Например, много таких случаев было в Индии. Такие дети уже не могут социализироваться в обществе и обычно погибают. Иначе говоря, для того, чтобы человек развивался и осознавал правила своего поведения в обществе, все конструкции его головного мозга должны сформироваться синхронно в соответствующих социальных условиях. То есть получается, что мы не будем полноценными людьми, если будем расти вне человеческого общества, и в нас нет ничего врожденного, что отличает нас от остального животного мира. Если вы хотите вырастить разумного ребенка, то ему надо предъявлять все богатство социальной среды. Тогда мозг ребенка, созревая, будет запечатлевать, как я называю это в своей книге, все социальные инстинкты. Ребенок будет запоминать правила поведения, наблюдая за окружающими, даже если пока ничего не понимает. Но он все фиксирует и начинает делать это с момента рождения. Это самый важный момент. Мозг фиксирует те алгоритмы социального поведения, которые спустя время просто не смогут возникнуть, так как нейронные связи перестанут образовываться в мозге. Если ребенок, попавший в джунгли, проживет там пять лет и будет выживать там, как все звери, то приобретенные животные навыки и инстинкты вытеснить ничем другим уже не получится. Есть очень много описаний того, как специалисты годами пытались приучить таких детей к навыкам человеческого общества. Целые лаборатории создавали для этого, но ничего не получалось. В лучшем случае такие дети проживали несколько лет в полуживотном состоянии, не сильно адаптируясь среди людей, а потом погибали. К сожалению, это так. Да, наше развитие продолжается после рождения, но в период от рождения до начала полового созревания происходит очень много важных конструкционных изменений в мозге. Все они являются практически цифровой записью социальных инстинктов и социальных форм поведения, которые человек должен приобрести для будущей жизни. Иначе это будет не человек, а животное. Великий немецкий философ Артур Шопенгауэр оказался неправ. Он считал, что человек воспринимает мир вокруг себя таким, каким он его видит. Да, но с начала этого восприятия человек должен приобрести. То есть ничего врожденного у человека нет? Человеческого врожденного нет. А животное начало у нас у всех врожденное, да. Понятно. Интересно. Я почему задал этот вопрос? Дело в том, что некоторые религии считают, что человек рождается уже с познанием не только себя, но и высшего разума, который его создал. Поэтому я и хотел узнать ваше мнение. Теперь следующий вопрос. Он касается несоответствия представления от человека психологов и нейробиологов. Вы пишете, у ребенка динамика роста системы, которая обеспечивает процессы сохранения и воспроизведения информации, полностью противоречит теориям Зигмунда Фрейда и Жанны Пиаже. Напомню, что Фрейд вел понятие символических стадий развития. Он писал о непрерывности и преемственности психологического развития ребенка. Жанн Пиаже придерживался той же концепции, но вел в научный оборот стадии интеллектуального развития, которые были не очень понятными. По мнению этих ученых, каждая предшествующая стадия развития вместе с навыками и воспоминаниями не исчезает, а встраивается в последующую стадию или интегрируется с ней. Вы же пишете, например, что Фрейд и Пиаже не совсем понимали, как появляются структуры мозга у людей и не понимали, что эти структуры постоянно трансформируются, что появляются новые связи и разрушаются старые. Это очень интересно. В книге вы привели лишь один пример того, на что ориентировались эти ученые. Но я понял, что таких примеров может быть очень много. И психологи, не понимая суть того, как развиваются нервные системы, совершили много ошибок. Расскажите об этом, пожалуйста. Да, но сначала я подкорректирую ваши слова. Фрейд и Пиаже вообще не понимали того, какие процессы происходят в мозге у человека. И один и другой скорее были лингвистами, изучающими поведение человека, нежели специалистами по мозгу. О Зигмунде Фрейде вообще говорить нечего. Многие считали его труды интеллектуальным шарлатанством. Что там обсуждать? Его работы одна противоречивее другой. И самое главное, в них нет основы, связанной с развитием мозга человека. В чем же один и другой, собственно говоря, ошибались? В преемственности. Сейчас объясню. Мы любого человека, любого присутствующего здесь, можем попросить вспомнить что-либо из самого раннего детства. Что же вспомнят люди? Что остается в их памяти? А кажется, что люди в основном запоминают какие-то отдельные, сверхяркие фрагменты своей жизни. Например, какую-то крупную неприятность, глобальное событие или очень мощное переживание. Это будут отдельные, отрывочные воспоминания. А с какого возраста они это запоминают? Обычно с трех, с трех с половиной лет. Потом, где-то с пяти лет, воспоминания становятся более продолжительными. А примерно с семи-восьми лет начинаются воспоминания, которые сохраняются на всю жизнь и легко воспроизводятся, когда человек к ним обращается. А на чем строили свои теории Фрейд и Пиаже? Дело в том, что они считали детские впечатления основой психики взрослого человека. Это так, но эти впечатления не являются инструментом для работы с психикой взрослого человека. Психоанализ, который они практиковали на людях, это, конечно, чистейшая выдумка. Они пытались заставить людей поверить в то, что их детские воспоминания, которые со временем заменяются, являются основой будущего поведения человека навсегда. Но это не совсем так. Воспоминания появляются у человека не так рано, как нам всем хотелось бы. Я повторюсь, первые яркие воспоминания, связанные с сильными эмоциональными переживаниями, появляются у нас примерно с трехлетнего возраста. Кстати, у женщин эти воспоминания связаны с проявлениями конкурентности, а у мужчин с какими-то личными неудачами, что показывает разное предназначение двух полов. Например, мальчик надолго запомнит, если девочки вдруг увидят его сидящим на горшке. Это будет для него сильнейшим впечатлением. И мальчик будет всю жизнь переживать по этому поводу, хотя девочки давно забудут, что такой эпизод был в их жизни. Это смешно, но, тем не менее, такое бывает. У женщин воспоминания немного другие. Они действительно связаны с конкурентностью. В этом и есть особенности запоминания. Но поскольку преемственности у воспоминаний нет, то надо сказать, что наш мозг перестраивается радикально. Почему мы так плохо помним детство? Мы бы помнили все, но одни нейронные связи в нашем мозге быстро разрываются, другие быстро образуются. Более того, в человеческом мозге есть так называемые ценно-генетические связи, которые устанавливаются только на период эмбрионального развития, чтобы обеспечить растущий организм. А потом и они разрываются. На основании этих связей может произойти запоминание в детстве одного события, другого, третьего, но они бесследно исчезнут, как бесследно исчезают многие события, которые происходят с нами. Почему? Потому что в детстве процесс забывания идет очень интенсивно. Если вы не обращаетесь несколько раз в детстве к одному и тому же воспоминанию, то оно исчезает навсегда. Дело в том, что мозг очень динамично меняет систему нейронных связей. Представьте себе простую статистику. У нас каждый нейрон образует от 100 тысяч до миллиона связей. Эти связи образуются полноценно только к 7, 8, 9 годам, и потом еще нарастают. Вот представьте, что у вас не полный комплект этих связей, а, например, 50 тысяч. При этом старые связи, по которым бегают сигналы, и которые являются вашей памятью, могут в любом случае разорваться и исчезнуть, а новые связи образуются. В этом случае забывание происходит бесследно. А поскольку в детстве происходит и не по три соединения между нейронами за день, а по триста, то и динамика изменения памяти ускоряется, становится очень быстрой. Любой человек, который смотрит эту передачу, может сейчас обратиться к своим детским воспоминаниям, вспомнить, например, какое-либо место, где бывало в детстве, а потом вспомнить, как вновь пришлось посетить это место через 5, 7 или 10 лет. Согласитесь, второй раз оно показалось вам совсем другим. Конечно, место осталось прежним. Изменилось ваше представление об этом месте. Вы запомнили выдуманную вами картинку. И это произошло как раз из-за того, что в детстве очень быстро разрываются связи и образуются новые. Вот почему вы наградили любимое вами место теми образами, которых никогда не было. Вы пылаете нежными чувствами к выдуманному месту. А когда приезжаете туда, снова испытываете полное разочарование. Так что старайтесь не возвращаться в места детства. Помните, что ваш мозг обманывал вас все эти годы. Вернувшись, вы только расстроитесь. К сожалению, это происходит у всех и абсолютно одинаково. Что же делать тогда? Как я понимаю, есть междисциплинарная наука, которая называется нейропсихологией. И есть психология, которая преподается в институтах. Скажите, может ли наука существовать без нейропсихологии? Конечно, нет. На сегодняшний день относиться к мозгу как к черному ящику смешно. А психология относится к мозгу как к черному ящику? Да, поэтому психология до известной степени не наука, а примерно то же самое, что и проповеди раввинов, мулл и православных священников. То есть психология — это эмпирический опыт оценки поведения человека и попытки управления им. Что делает психолог? То же, что делает любой служитель религиозного культа, который уговаривает, объясняет, втолковывает человеку какие-то ценностные вещи. Все происходит одинаково и у евреев, и у мусульман, и у синтаистов, и у буддистов, у кого хочешь. Основная ценность любой религии — это возможность спокойно поговорить со сторонним человеком по душам о том, что волнует. Это и есть психология. Но в современном мире все не так, потому что современный мир без нейропсихологии вообще не стоит ломаного гроша. Сергей Вячеславович, как всегда, спасибо вам за подробнейший профессиональный рассказ. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok